Вы откуда, если не секрет? Конечно, не секрет. Я из города Москва. Как вы к войне относитесь? Происходящей. Давайте так. Давайте будем носить конкретику. Как вы относитесь к войне? К войне в общем? К войне России с Украиной. Как я отношусь к войне России с Украиной? Она происходит. Сейчас. Любая война – это плохо. Возможность. Ну, давайте так. Нет, не возможность, как сказать. Лучше любую войну избегать. Это раз. Любую, абсолютно любую. Неважно. Сейчас она происходит в 2012 году, в 1941, в 1939 и так далее. И тому подобное. Любая война могла бы быть... не быть, скажем так, да? И могла бы быть на стадии переговоров, к примеру, решена. Но когда люди не умеют договориться и не могут договориться по каким-то причинам, объективным или не очень, да, когда заканчиваются аргументы и заканчиваются какие-то словесные возможности, чтобы договориться в том или ином. Ну, тогда, ну, переходит в фазу там горячей какой-то ситуации в виде войны, да. Ну, то есть, война – это когда все остальные дипломатические средства исчерпаны. Да, да, все верно. И именно поэтому на вопрос, чтобы четко было не размыто, на ваш вопрос, как я отношусь к войне, к войне я отношусь негативно, потому что не удалось найти каких-то дипломатических решений без того, чтобы проливалась человеческая кровь. Ну, а кто в этом виноват, как вам кажется? Децл. Он умер еще до начала этой войны. Ну вот, ну да. Ну, давайте так, вы спрашиваете у человека, который является обывателем, это раз. Я же спрашиваю, по вашему мнению. Ну, давайте так, мое мнение не объективно. Знаете почему? Потому что я всех подноготных не знаю. Поэтому то, что я сейчас скажу, да, к примеру, даже если я сугубо личное мнение скажу, а высказывать свое мнение я предпочитаю, лично я предпочитаю тогда, когда оно подкреплено какими-то фактами, да, которые я достоверно знаю, что это так. Ну, как бы, это так. Ну, если я вам покажу белую карточку и скажу, что она белая, вы же не будете этого отрицать. А если вы будете этого отрицать, то вы будете глупцом. Является ли факт, что Россия напала на Украину? Россия напала на Украину. Это факт? 24 февраля. То, что... да, да, это факт. Ну, не является ли это аргументом в копилку того, что виновата Россия? Или вы... Ну, вы в праве считать так. Просто, как бы, аргументом против идет то, что если бы Россия не напала, то через 6 часов напала бы Украина с 4 мест, Лукашенко нам покажет карту. Вот вы считаете, так было бы? Давайте так. То, что вы там поставили в противовес тому, что я, ну, говорю, как бы, и сказал, что да, это факт. Ну, это факт, его отрицать это глупо. Да, то, что СВО происходит, да. Ну, у нас это называется специальная военная операция. Вот, да, де юра это называется у нас так. И этого отрицать тоже нельзя, потому что де юра это называется так. Потому что никто войну не объявлял. Де юра. Вы же, ну, взрослый человек. Ну, так и третий рейх не объявлял войну Советскому Союзу. Будем тоже этой специальной военной операции называть? Ну, так остановитесь. Ну, так остановитесь. И подумайте чуть глубже. Украина же тоже не объявляла войну России. Так а зачем? Почему это надо что-то объявлять? Для чего? Зачем? Ну, постойте, вы же только что мне сказали, что и Третий Рейх не объявлял войну, я же вам говорю, и Украину, ну, постойте. Ну, так и Советский Союз не объявлял, тем не менее, это называется Великой Отечественной войной. Как это нет? Ну, вот так? Как это нет? Как это нет? Вот так? То есть, вы меня сейчас хотите убедить в том, что во время Великой Отечественной войны не объявлялась война Германии. Так получается? Да, но вы можете просто погуглить. Когда объявлялась война Германии? Ну, все, когда объявлялась война Германии, я погуглю, я ничего не знаю. Зачем что-то объявлять, если это очевидно? Это не надо объявлять, это просто идет война. Постойте, понимаете, что есть такое понимание, как де юра и де факто? Вы знаете значение этих слов? Да. Что значит де юра? Ну, юридически. Ну, юридически, что это значит юридически? Типа, какое-то что-то, относящееся к законному действию. Ну, де юра, значит, ровным счетом, я вот коррективу внесу некоторую, да? Де юра, значит, это то, что подкреплено каким-либо документом, подписанным с двух сторон. Да, юридическое соглашение другими словами, да, между одной стороной и другой стороной. На бумаге, короче, что-то подписано. На бумаге, конечно, конечно. Это значит, это ни в коем случае, я не хочу вас там уколоть и так далее, сказать, что вы не знаете там и так далее. Нет, я просто с вами делюсь, да? Той информацией ни в коем случае, ну, как бы, не сказать, что я знаю, там, поставив себя выше, а вас ниже. Ну, все, мы поняли с вами, да, что я вам хочу сказать. Вот это называется де юра. Вот. И не всегда де юра равно де факто. Понимаете, да? Что люди бывают, порой заключают соглашения, какие ли... Я понял, давайте... Да, потому что если вы будете мыслить вот так же штампами, гештальтами какими-то, да, о том, что там Гитлер, проводить параллели там и так далее. Ну, это глупый разговор, я считаю, правда, серьезно. Проводить исторические параллели, это не глупо, это как раз уроки истории учат о том, что не надо делать. Ну, то есть, постойте, вы хотите сейчас сказать о том, что вы знаете историю? Ну, то есть, вот, ну, мне кажется просто, ну, как, не знаю, манера вашего излагания, да, диалога, да? Изложение. Мне почему... Да, изложение. Хорошо, спасибо, что меня поправили, я принимаю эту поправку. Вот, как бы, она говорит о том, что ты ничего не знаешь, а я знаю, да? И то, что вы хотите проводить параллели там между... Я тоже, ну, как мне кажется, на мой субъективный взгляд, я никогда себя не считал историком, там, диссертации не писал, там, и так далее. Но мне кажется, что я историю худо-бедно своей страны знаю, да? И то есть, ну, вы мне хотите сказать, что ситуация, которая происходит сейчас, она где-то в каких-то там учебниках описана, нигде не описана. То есть, тот прецедент, который происходит сейчас, ну, не описан ни в одном учебнике, да? Да? И глупо, на мой взгляд, на мой субъективный взгляд, глупо проводить параллели между, там, фашистской Германией, там, и так далее, и тому подобное. Потому что ничем это ровным счетом не отличается от пропаганды с той или с иной стороны. То есть, это вообще штамп, и для тех, кто, ну, для тех масс людей, которые, ну, знаете, там, типа, сказали, блядь, у нас все хорошо, у нас все плохо, у нас все плохо. Я прошу прощения, вам, друзья, не говорили, что вы нудный? Я, ну, извините, что на личности, но просто вы так долго говорите. В общем, можно было сказать в одном предложении это. Смотрите, все, развал империи, империй множества, описан во многих учебниках, как и начало войн, конец войн, и то, что сейчас происходит, очень много параллелей в истории можно найти и провести. Поэтому вы говорите, что нельзя этим апеллировать, как раз можно, потому что, можно сказать, вот было то-то и то-то, это привело к тому-то и тому-то, и это приведет Россию к тому-то и тому-то. Как раз в этом и есть... То есть, вы готовы сделать прогноз, я так понимаю? Ну, я готов сделать прогноз, но думаю, как раз в нашем разговоре, я думаю, что и вам похер на мой прогноз, и мне. Меня тут больше волнует, скорее, отношение вот к тому, что людей убивают, и кто в этом виноват, а не то, кто это... Ну, то есть, я не могу... Мне, на самом деле, жалко, что вот из-за вот этих имперских желаний, большей территории и влияния на большее количество людей происходит вот то, что сейчас происходит. А имперские желания от кого вообще исходят? Ну, явно не от Украины. По вашему мнению? Ну, от России. Россия потеряла контроль над бывшими советскими республиками, наверное, только Беларусь еще более-менее в сфере влияния находится. Произошло это из-за мудрого руководства России, потому что если бы экономически, культурно и так далее Россия была сильной державой, то войны бы не понадобилось. Все окружающие страны в любом случае оставались бы в сфере влияния России. А так как контроль потерян, то последнее, что остается, это вот эта война. Вот и все. Но это тоже не поможет, потому что экономически, культурно, развитием Россия проиграла еще, наверное, лет 15 назад, когда ушли вот эти демократические институты. Когда у власти находятся люди не по талантам, а по лояльности к правителю. Ну, то же самое касается Беларуси, естественно, та же самая хрень. И, соответственно, по вертикальным лифтам наверх поднимаются люди не благодаря своим талантам, а благодаря связям, наглости, лояльности, вылизыванию жоп и прочее, прочее, прочее. Собственно, Украина это и демонстрирует, где у них не потому, что украинцы более качественные, а потому, что у них к власти пришли люди через демократические процедуры, которые действительно этого достойны, которые быстрее реагируют на изменения ситуации и быстрее принимают правильные решения. Ну, как бы вот для меня это очевидно. Отрицательная селекция. И поэтому Россия проиграла. Она проиграла не только в войне, но как бы вот цивилизационно. Ну, давайте, отвечайте. Нет, ну, просто, ну, я не хочу вас перебивать ни в коем разе. Так вы же перебили вот этой фразой, вы все сказали? Я говорил, а вы меня спрашиваете, все ли я сказал? Я поинтересовался. Хорошо, я все сказал. Если вы не договорили, я готов выслушать дальше. Россия проиграла влиянием. Она проиграла свое влияние. И последний, как вы правильно сказали, когда закончились дипломатические методы, началась война. Вот у России последний шанс оставить Россию в сфере своего влияния – это война. Так, получается, все, да? Вы закончили. Хорошо. Ну, я скажу, что давайте посмотрим в прогрессии. Я не буду делать каких-то поспешных выводов на тему того, что происходит. Давайте просто посмотрим в прогрессии. И история все расставит на свои места. Вот и все. Не больше и не меньше. Мне почему-то кажется, то, как я думаю, ну, ближе к действительности, нежели чем то, как думаете вы. А как вы думаете, вы скажете? И ваша точка зрения имеет место быть, и моя точка зрения имеет место быть. Вот. Вы считаете, ну, вы же озвучили. Какая ваша точка зрения? Смотрите, я прямо пропорционально думаю тому, что озвучили вы, да? На тему того, что вот… То есть, значит, прямо пропорционально, вы, наверное, хотите сказать, противоположно. Значит, прямо пропорционально. Хорошо. Прямо противоположно. Вот. Хорошо. Принимается. Я согласен. Принимаю то, что вы подметили, ну, как бы, неточность, ту, которую я озвучил. Я с вами согласен. Вы юрист? Вот. Я не юрист. Почему вы таким канцеляритом говорите? Я не пойму. Ну, не знаю, я так привык общаться. Но это же откуда-то. 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 Ну, откуда-то это и есть. Ну, так вот. Давайте так. Ну, как бы, мы все равно, что вы, что я, ну, ситуацию навряд ли поменяем, потому что, что вы, что я, мелкие сошки, да, какие-то такие, ну, маленькие винтики в большом механизме. Назовем это так. Да? Вот. Ну, давайте просто посмотрим прогрессию. Ну, мы своей жизнью можем управлять? Конечно. Конечно можем. Конечно можем. Ну, вот, я своей жизнью управляю так, знаете, как, что стараюсь всему своему окружению дарить добро, тепло и вот незнакомым людям, вот даже с отличной точки зрения от меня, ну, я не буду кидаться вас говном там и так далее и тому подобное, да, как бы, ну, это примитивно не звучало. Вы имеете право думать так, как вы думаете. А я имею право. Поэтому я с вами согласен. Вот, да, я имею право думать так, как я думаю, да, я вот вижу эту ситуацию по-другому, вот, по-другому вижу, но, знаете, так, я не хочу показаться там каким-то, знаете, там, человеком, который, там, верит первому каналу, там, второму каналу, я не смотрю телевизор, поверьте мне, давно уже не смотрю телевизор и информацию привык черпать из нескольких источников, да, и. Не надо мне это доказывать, я верю, что вы имеете свою точку зрения. Вы же, вы же, вы же, нет, вы же сказали, что я душный, да, и это так и есть. Да, да, вы душный, да, очень, очень. Это правильно, это правда, я этого не скрываю, так оно и есть. Хорошо, я предлагаю на этом, в общем-то, и расстаться. Хорошего вам вечера. И вам хорошего вечера. Всё, я надеюсь, что я не сожгу весь кислород вокруг себя. Я тоже надеюсь, желаю вам этого. Да, всего доброго. Ну, я не знаю, действительно, когда встречаешь таких людей, которые просто, вот он уже, он какими-то такими кондовыми, не штампами, а фразами кондовыми, перемежая их неправильными поговорками. Мне...